И снова доброе утро! С вами Валерий Седов и сейчас я расскажу вам самые хорошие и позитивные новости, которые произошли в Рязани на этой неделе. А таких, поверьте, хватает. Школьные годы — это прекрасная пора. Ох, как давно это было! Одноклассники, уроки, звонки и, конечно же, самое яркое воспоминание выпускной. Девчонки в нарядных платьях и с шикарными прическами, мальчишки в костюмах-тройках. И от этих воспоминаний так и веет теплотой. Наверное, в памяти каждого человека хранятся особые моменты этих дней. Одно из самых ярких подарили выпускникам этого года. Как именно, вам расскажет Алена Куколева. Элегантные, яркие, красивые, блестящие, ведь они лучшие выпускники региона. Позади трудные экзамены и трогательные школьные выпускные, а впереди настоящий губернский бал. Сегодня одни нарядные принцы и принцессы. Только вчера молодые люди сдавали документы в вузы, а сегодня же танцуют на балу. Тем не менее, настроение у всех отличное, а наряды выглядят безупречно. Еще бы к празднику готовились задолго. Неделя прическу, наверное, искала. Платье, то есть я уже заранее знала, что хочу такой длинный, сиреневый. В сравнении с тем, что мы пережили в июне-июле, это, конечно же, не настолько волнительно, насколько торжественное мероприятие. Поэтому мне лично приятно танцевать вальс после всего пережитого. Это как награда за все, что мы пережили, разумеется. Самых умных и талантливых выпускников закружил губернаторский вальс. Очень много пар, очень много людей. Главное, не столкнуться с вами с кем. А вам тяжело подставать или легко? Конечно, легко. Вы понимаете, платье в пол – это такая вещь. Наступил, платье нет. В правительстве отметили, что такой бал вскоре может стать традиционным. Прежде всего, спросят самих школьников, нравится ли им такое торжественное и красивое завершение, непростой пары экзаменов и школьных выпускных. После награждения золотые медалисты области отпраздновали выпуск на балу. Они – гордость региона. Более 60 талантливых, трудолюбивых, целеустремленных юношей и девушек. У всех отличные успехи в учебе и активная жизненная позиция. Теперь они получают медаль, которая так и называется – за особые успехи в учении. В прежние годы награда золотого достоинства давала определенные привилегии при поступлении в вузы. Теперь их нет. Однако выпускники утверждают, у них не пропало стремление получить подобный знак отличия. Меня пригласили за 100 баллов по русскому языку. Я очень сильно переживала за этот экзамен. Но я готовилась весь год, поэтому я надеялась на такой результат. Но все равно было очень волнительно. Ангелина получила 100 баллов за госэкзамен по русскому языку. Этот высокий результат может стать гарантом поступления на филфак. Но девушка выбрала медицинский. Хочет стать стоматологом. С утра я встала и такая, я думаю, волнительно губернаторов иду. А сейчас прихожу, это такая торжественная обстановка, радостная. И поэтому очень-очень торжественный и ответственный момент для нас, для всех выпускников и выступальников в том числе. Преимущественно буду метить в наш радиоинститут в Рязанский на электротехнику и электрометику. Также есть план поступать в Москву, но это пока не точно. Многие из этих молодых людей поступят в престижные столичные вузы. Обычно те, кто был лучшим в школе, становятся лучшим и в жизни. Сегодня задача правительства региона сделать так, чтобы, став высококлассными специалистами, они захотели вернуться в регион. Необходимо, чтобы у нас появлялось как можно больше квалифицированных, с хорошими условиями труда, рабочих мест. И эти рабочие места были бы высокооплачиваемы. Чтобы ребятам, во-первых, интересно было работать в таких условиях, во-вторых, чтобы они могли достойно жить. И это самое главное – привлечь сюда как можно больше таких предприятий, создать между ними в хорошем плане конкуренцию за людей и наполнить нашу рязанскую землю новой экономикой. Самое главное после выпускного – это не набрать лишних килограммов, чтобы шикарное платье по-прежнему прекрасно сидело. Следить за этим девушкам помогает такое простое изобретение, как весы. Среди рязанцев ходит легенда, что в городе есть человек, который может очень точно назвать ваш вес. Хотя многие жители города уже обзавелись электронными аналогами. Правда, никто из людей не задумывался, какими были весы раньше. Об этом вам расскажет Ирина Ковалева. В прошлую среду при проведении земляных работ на улице Краснорядской рабочие обнаружили и при помощи экскаватора извлекли из земли старинные весы длиной 2 метра. Фотографии, сделанные на месте находки, тут же облетели все социальные сети. Ну а рабочие поспешили сообщить о найденных коромысловых весах в Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник. Сотрудники музея весами заинтересовались. Это так называемые рамно-сторонние коромысловые весы. Состоят они из металлической полосы, коромысла, державки, которая расположена перпендикулярно к ней. У державки имеется этот вертлюг, круг, который подвешивался в потолку помещения, где проходило взвешивание товара. И на концах коромысел имеется по крючку. На один конец навешивался сам товар, на другой конец ставились гири, с помощью которых можно было определить этот вес. Имел здесь также небольшая стрелка, которая, к сожалению, здесь утрачена. Предмет действительно ценный. Во-первых, это довольно крупный экземпляр так называемых коромысловых весов, которые применялись для взвешивания крупногабаритного товара. Мне хотелось бы благодарить вот этих людей, которые позвонили, то есть проявили сознательность, они заинтересовались этим предметом, почувствовали, что он необычен, интересен и имеет какую-то определенную ценность. Ну а во-вторых, на весах сохранились надписи, благодаря которым археологи знают, что сделаны они были в городе Касимове. Здесь же указаны инициалы мастера и, по всей видимости, дата их производства. Проблем с датировкой у ученых не возникло. Благодаря надписям становится ясно, что сделаны эти весы были в 1817 году. По всей видимости, вот таким необычным образом, выходом на поверхность, они решили отпраздновать свой 200-летний юбилей. В ближайшем будущем сотрудники музея планируют выяснить имя мастера, который в 19 веке создал эти весы, провести их реставрацию. И тогда они займут достойное место в коллекции Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. С далеких берегов до нас дошли слухи, что к Вестеросу в сопровождении трех драконов приближается армада Дайнерис Буря Рожденной. Ария Старк возвращается в Винтерфелл, чтобы отомстить за смерть своего отца. Все эти события предстоит увидеть фанатам сериала «Игра престолов» в предстоящем седьмом сезоне. И у нашей передачи для вас сюрприз. Мы разыгрываем целых три билета на закрытый показ первой серии. Пригласительный нам любезно предоставил кинотеатр «Малина», в котором и состоится закрытый показ. А выиграть один из билетов вы можете очень просто. Как? Подробности в нашей группе ВКонтакте. И помните, зима уже здесь. В жизни девушек много важных моментов, для которых нужно выглядеть прекрасно. Да, практически вся жизнь. Но самое главное событие – это свадьба. Маш Мендельсона, обручальные кольца. Ах, романтика! На этой неделе молодожены с размахом отметили свои свадьбы. Сколько было пар, какая музыка играла и какие эмоции не смогли скрыть врачующиеся. Вам расскажет Алена Куколева. Несмотря на то, что эта суббота стала самой холодной за весь июль, и погода была по-настоящему сентябрьской, настроение молодоженов ничуть не испортилось. Впервые на главной площади Рязани сразу 18 пар провели одновременную церемонию бракосочетания и сказали громкое «да» в своей счастливой семейной жизни. Некоторые потенциальные даже ответили. Прошу вас ответить, невесты! Да! Ну что ж, ваше взаимное согласие дает мне право считать 8 июля 2017 года. Ваш брак зарегистрированным объявляю вас мужем и женой! Среди молодоженов в этот день и известный рязанский спортсмен Алексей Шаев. Мы очень счастливы, несмотря на погоду. Наоборот, дождь – это предвестник счастливой семейной жизни. И праздник еще, День Петра и Февронии. Соответственно, всем счастья, любви и всех благ. Мне кажется, вообще сейчас жара! Самые крепкие пары города тоже отметили. 11 рязанских семей получили медаль. Все они прожили вместе более 25 лет и стали настоящим примером любви и верности. Среди них даже семьи, которые вместе 50 и даже 65 лет. Супруги Губич – ветераны Великой Опечественной войны. Они более чем достойно прошли все испытания, выпавшие на их долю и долю нашей страны. Жена всегда умела терпеть, умела прощать и правильно направлять все мысли нашей семьи. А что, в свою очередь, должен делать муж? Любить жену свою, беречь ее. Это, как говорится, основа домашнего тяга. Будь, помощь друг другу. Иногда нужно уступиться, иногда нужно помолчать. И все будет хорошо. Церемония бракосочетания завершилась свадебным балом. А свадебные фотоальбомы молодоженов пополнились фото с главой региона и его супругой. Чтобы семья оставалась семьей, чтобы у семьи были дети, чтобы семья была любящей друг друга. И чтобы люди старались сохранить это вот, ну, как бы это ни звучало там банально, но ячейку общества. Потому что нет семьи, нет демографии, нет людей, нет никого, нет ничего, и у страны не будет будущего однозначно. Вот вам загадка. Без какого человека не может обойтись ни одна свадьба? Нет, это не жених и невеста. Кто бы мог подумать, но это фотограф. Сейчас без этого человека не проходит практически ни одно мероприятие. Только они могут запечатлеть мгновение так, чтобы при взгляде на фото событие в голове смогло ожить вновь. Роман Дворецков поговорил с фотографами и узнал все их секреты. День фотографа отмечается 12 июля. Дата праздника имеет символическое значение. 12 июля по старому стилю – День памяти Святой Вероники, покровительницы фотографии. Развитие фотодела имеет огромную историю. В 1826 году француз Жозеф Нисофор Ньепс сделал самую первую в мире фотографию. Вид из окна. Она создавалась в 8 часов и была сделана на камеру обскура. С того момента прошло практически 200 лет, и за это время процесс съемки на фотокамеру перетерпел колоссальное изменение. Сейчас каждый может снять все, что угодно и где угодно на свой мобильный телефон. Однако мобильная фотосъемка никак не мешает развитию фотографии, а наоборот позволяет любому познакомиться с ней. Лет 20 назад революция и стали доступны маленькие фотокамеры. Сейчас они все фотокамеры в телефонах. Я считаю это очень хорошо. Это никак не повлияло на мир профессиональной фотографии. Это только его развивает и помогает людям, которым недоступна профессиональная техника, дорогая, понять, нравится им фотография или не нравится, делая порог входа фотографии намного ниже. За время работы фотографом Константин повидал немало. Начал заниматься фотографией на первом курсе, работал свадебным фотографом и даже участвовал в реалити-шоу в «Объективе». И это далеко не полный список его приключений. Я вообще человек такой немного авантюрный, а так сказать, с собой был аппарат, то мы попадаем в авантюры вместе. Например, поездка в Чернобыль, она была очень запоминающаяся в том, что ну и техника с собой, и атмосфера такая непонятная. Ну просто было даже не то, что страшно, но просто было, да нет, было на самом деле страшно. Без фотографа ни одно мероприятие не обходится. Больше всего в современном мире фотограф востребован на свадьбе. Есть профессионалы, которые специализируются именно на свадебной фотографии. Ведь это далеко не такая простая работа, как кажется на первый взгляд. Честно говоря, свадебный фотограф, как бы казалось, это простая работа, нажал и сделал снимок. На самом деле нет, там надо много, знаете, техники именно по как правильно поставить. Не то, что как правильно настроить фотоаппарат сам, еще выбрать правильное место съемки, правильный свет подобрать, возможно, использовать дополнительные оборотные, отражатели, вспышки и куча-куча всего. Есть множество направлений фотосъемки – портретная, пейзажная, студийная и много других. Все большую популярность набирает студийная съемка, но и в ней есть свои трудности. С людьми можно договориться, чтобы они нормально позировали, главное их раскрепостить. А вот с обработкой это интересно, но иногда занимает очень много времени. День фотографа – праздник тех, кто владеет искусством улавливать мгновения жизни, редкие моменты и запечатлевать их в кадре. Снимки порой могут рассказать целые истории о жизнях тех или иных людей. Благодаря фотографиям каждый из нас даже спустя много лет имеет возможность заново пережить все теплые моменты, которые однажды попали в объектив фотокамеры. 1940 год. Франция. Город Дюнкерк. Солдаты английских, французских и бельгийских частей, блокированных немецкими войсками. Это анонс нового фильма Кристофера Нолуна. Впервые он решил снять кино на основе реальных событий. Сейчас все преданные фанаты, да и обычные киноманы, затаяли дыхание в ожидании премьеры. И наш телеканал сделал для всех зрителей сюрприз. Подробности в нашей группе ВКонтакте. Это были только те добрые новости, которые я успел вам рассказать. Город живет и все доброе происходит вокруг вас каждый день. Присмотритесь, может это происходит прямо сейчас? А у меня на этом все. Просыпайтесь вместе с городом и тогда выходные точно пройдут на отлично. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова